Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы хотим вам рассказать об очень интересном актёре Вегу Морпенсене. Конечно, каждый из вас знает, кто такой Вегу, потому что именно он пришёл в каждый дом в виде короля Арагорна. Именно это по-настоящему его засветило. Но вообще-то Вегу не только актёр, но и художник, композитор, поэт и писатель. А кроме того, в руках у него с детства фотоаппарат. Самое главное для него привилегия – это быть самим собой. И он делает только то, чего хочет сам. Ну, например, в 42 года он первый раз выставился в престижной галерее Роберта Манна со своими фотографиями. Он пишет очень хорошие стихи. И когда он стал знаменит, то фанаты, толкинисты, которые брали у него автографы, он им раздавал свои книжки и говорил, что всё, полдела уже сделано. Если люди откроют хотя бы первую страничку, почитают, что там написано, то дальше дело уже пойдёт. Стихи эти дойдут до человека. Он не любит вопросов о личной жизни, о детстве. Говорит, что очень стыдно бывает заранее сказано. Ну, что сказать? Человек, он на язык не сдержанный, может и крепко выразиться, никогда не стесняется в выражениях и всегда очень искренне. Поэтому предпочитает, видимо, не дразнить гусей и лучше помолчать. Он говорит, что все правды всё равно никто о нём не узнает, да она не нужна ни ему, ни его зрителям. Ну, бывали в его жизни случаи достаточно неприятные. Ну, например, он попал в пьяную драку и даже приобрёл шрам на лице. Без наркоза, потому что был жутко пьян. То он вспоминает, что его предками были викинги и летит в Данию и ищет случайные заработки. Уж кем только он там не был. И на погрузчике работал, и продавцом цветов был. Затем он влюбляется в прекрасную девушку и летит в Штаты. И там уже становится актёром в Голливуде. Чисто случайно. Потом он влюбляется в певицу. Даже будет свадьба. Там чего только не было. Уж такая публика была на свадьбе, что все окружающие просто содрогнулись. Ну, через несколько месяцев был развод. Хотя Вига, в общем, не в претензиях. Всякое в жизни бывало. Квартира его. Интересное место. Там и студия. Там и кабинет, где он пишет стихи и музыку. Там у него есть собаки. Он их очень любит. Там у него есть лошади, потому что он очень любит ездить верхом. Кроме того, вы, наверное, не знаете, но у него есть и учёная степень по языкознанию, поскольку у Вига университетское образование. И он знает несколько языков. Он говорит на датском, на английском и на испанском, потому что своё детство провёл в Латинской Америке. Цель его в жизни очень простая. Просто жить. Не иметь определённой и тягостной цели, которой нужно с большим трудом добиваться. И скучать ему некогда. Он постоянно в работе, в творчестве. Ну, у него, в общем, конечно, есть время и на личную жизнь. Иногда у него появляются какие-то подруги, но ничего серьёзного пока что, в общем, не замечено. Видимо, потому что больше времени он тратит всё-таки на творчество, чем на вот эти вот какие-то выяснения личных отношений и новые романы. Ну, что ещё можно о нём сказать? Когда он работает над ролью, он вживается в неё полностью. Работает без каскадёра. Если ему нужно что-то узнать о своём персонаже, он обязательно читает очень много или едет туда, откуда родом его персонаж. Ну, например, когда он снимался в фильме «Порог на экспорт», то он пару месяцев провёл в Москве, Питере и других городах. Что ещё нужно о нём сказать? Деньгам он равнодушен. Они его не интересуют. Алименты заплатил без звука. Потом решил, что, в общем, те деньги, которые он заработал, их нужно потратить. И стал их тратить. Ну, тратить их, значит, как-то так с умом. Не просаживая в пьянках-гулянках, как очень многие голливудские актёры, а он занялся издательской деятельностью и продюсированием. Ну что, Вега Мортенсен – человек с большой буквы. Он не просто заурядный актёр голливудский, каких много. Он очень талантливый человек, художник, поэт, писатель. И просто замечательный, яркий и очень интересный. Субтитры создавал DimaTorzok